Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами отправляемся в Ярославль на местный стадион «Шинник», где буквально несколько минут остается до начала матча седьмого тура МЛБ первой лиги, в котором ярославский «Шинник» примет на своем стадионе Владикавказскую «Аланию». Две команды, которые пока в этом сезоне не балуют нас с вами большим количеством голов. Нурри Абдоков, пока сезон тоже начал нездорово. Стартовый свисток, дамы и господа, мы начинаем футболиста «Алании». Мяч в игру ввели и давайте по составам пробежимся. Коль уж начали гости, я с них тогда представлять команду и начну. Ген, ну а на тебе будут хозяева. Бомблея, человек от которого, ну не то чтобы отказалась московская торпеда, но которому он не был нужен, суетится «Алания» возле своих ворот, а здесь, здесь вставать, здесь вставать показывает «Карпов», хотя возмущается «Шинник» Захар Федоров. Он сам находился в полупозиции, поэтому и сам не доработал, и передача невыразительная вышла. Ну вот атака, смотрим, корпусом отлично удается сыграть в обороне черного. Я хочу вернуться к карнавалу. Перехват здесь, хорошая передача. Ну сухомлинов, ну чуть пораньше бы, чуть пораньше бы Захару Федорову открываться. Вот такое ощущение, что здесь не прочувствовали они немножечко ход этой комбинации. Выше, чем мог бы выпрыгнуть, конечно, бомбле. И еще раз к бомбле, удар это высоковато. Ну зато красиво, да, сейчас Солдатенко к этому мячу шел, это для фотографов, для интересных кадров. То, конечно, в остальном только удары сухомлинов. Вот сейчас под левый мяч себе сухомлинов. А вот это уже было как будто бы интересно. Спортивная злость сухомлинова, да, вот после того инцидента, когда досталось его колено. И все с ним будет в порядке. Абдоков, здорово, но Тараса Гоглоева. Отличная комбинация положения вне игры. Положение вне игры. Бодрас Гурцыев забивает из офсайда. И этот гол можно отменять. И не можно, а нужно. И его, в общем-то, отменяют. А нам нужен здесь, чтобы во всем этом разобраться повторно. Но Лайнсман там очень все уверенно показал. И так он Александр Павлов на дальней атмосковке работает. Ну вот сейчас, может быть, Малахов. Есть пространство определенное. Скорость набирает Руслан Куль подбирается к чужой штрафной. Шинник. Дальше передача. Малахов оставляет. Малахов там на дальнюю скидку. 1-0. Выходит Шинник вперед. И это Василий Олейников открывает счет в этом матче. Первый гол команды Дмитрия Черешева с игры. В этом сезоне мы с вами только что увидели. 1-0 Шинник. Шинник сделал то, что пробовала сделать Алания в первом тайме. А именно показать игру на быстрых контратаках. Потрясающая передача за передачей. И здесь этот локомотивский вагон приносит успех. Вот это, конечно, большой вопрос. И отсутствие Павла Долгова в составе Алании. Очень ощущается. Жамалединов мяч мимо летит. Первый удар Жамалединова. Немного, так, чуть-чуть он свалился. И в воздухе причем мяч свалился. Мяч в игре остается. Мяч остается в игре. Возможно, будет еще один заход. Жамалединов здорово с Павлом Шакура обыгрывается. Шакура вдоль ворот прострел. Солдатенко справляется с этим прострелом и спасает свою команду. Понятно, что ярославцев волновать это не будет. Атаку мы с вами наблюдаем очередную от Шинника. Снова забросы. Алам Багаев здесь надежно. Мяч на угловой переводит. Бутаев чисто против него играет. Финальный свисток. Победа ярославского Шинника. Первая победа футбольного клуба Шинник в этом сезоне. 1-0 в матче седьмого тура Мэлбет Первой Лиги. Обыграна Алания из Владикавказа. Ну а мы с вами услышимся на матчах Мэлбет Первой Лиги. Пока.